На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Бориса Грачевского. Прощание с ним дало поводы для пересудов, люди обсуждали и стоимость гроба, и читающего поминальную молитву Равина, и отсутствие некоторых жен и детей на панихиде. Но больше всего досталось молодой вдове. По старой традиции деятелей культуры провожают аплодисментами. Но когда из столичного дома кино выносили гроб с телом основателя Яралаша, случилась заминка. Народ ахнул, увидел, что молодая безутешная вдова идет не позади домовины, а впереди. А это очень плохая примета. С человеком, который идет впереди гроба, может случиться ряд неприятностей. Более того, преждевременная кончина, сообщил знаменитый колдун Артем Бесов. Поэтому родственники и близкие люди всегда должны идти позади, провожая усопшего в последний путь. Считается, что тот, кто идет впереди гроба, может уйти на тот свет вслед за покойником. На похоронах также нельзя обгонять катафалк, это сулит болезни или неприятности. Действительно, наши предки верили, что с одной стороны гроба располагаются демоны, а с другой – ангелы. И пока несут гроб, эти сущности ведут борьбу за душу усопшего. Их противостояние открывает перед траурной процессией невидимый энергетический коридор, связанный с потусторонними мирами. Поэтому, если человек попадет в такой коридор, он может умереть в течение 40 дней после похорон. Еще по одной версии, перед кладбищем душу покойника встречают ранее усопшие родственники, друзья, знакомые. И если вместо покойной души впереди процессии появится живой человек, то может произойти путаница и его душу заберут с собой в мир мертвых.